Всем привет, вещая из солнечной Черногории, очень ярко, солнце прям светит в глазах, поэтому одел очки, извините, мамкины психологи сейчас скажут, что что-то скрывает, наверное, врет. Вот, сегодня про опалы, очень много вопросов вы пишете про опалы, ну, прям десятками, не знаю, уже их накопилось на больше ста. Расскажите про опалы, почему вы не продаете опалы и т.д. и т.п. Рассказываю. Я что-то стараюсь продавать, приехав на добычу и покупая это прямо с первых рук, да, то есть это мой принцип, и принцип смысл есть компании вообще в этом, то есть весь интерес в поиске, да, поэтому я пока не добрался до Эфиопии, до Австралии, я уже говорил, что я в августе должен был попасть в Эфиопию, но там в связи с выборами были какие-то народные волнения, возможности рактов, поэтому страну просто закрыли вообще, туда никого не пускали, и пока свободного въезда, то есть визы по прибытию, да, для русских там пока нету, поэтому я сейчас лечу сначала в Танзанию, там в пару соседних стран, потом уже мне придется из Танзании вернуться в Москву, в Москве сделать визу, там куча документов, теперь нужно проплачивать на весь срок отель, а если ты летишь, не знаешь на сколько, да, то есть вообще, ну, так сложно, я так не люблю, я обычно покупаю билет в один конец, вот, сделаю там визу, и тогда уж только полечу в Эфиопию на место добычи, плюс я позанимался с гемологом на тему опалов, у меня готов материал, сейчас я снимаю про корунды несколько серий, и потом сниму прям про опалов, тоже такую энциклопедию, хотелось бы, конечно, туда вставлять картинки уже, видосики свои личные из добычи, а не скачанные из интернета, я так не люблю, да, из интернета скачивать, но, то есть я пока не добрался до опалов, но опалы сами идут ко мне, такая история, она уже длиной примерно в год, год назад мне написал некий канадец англоязычный, там же в Канаде французский, английский, да, она разделена на две части, написал, что давно смотрит мои видео, что очень интересно, но ничего не понимает совсем, мы с ним стали общаться, созванивались, голосовые друг друга записывали, он сталенький дедушкой, ему 70 лет, 70 плюс, и 30-40 лет назад он занимался примерно тем же самым, чем я сейчас, то есть он путешествовал по разным странам и там добывал, скупал камни, но как их продавать, он так и не понял, не научился, не сообразил, то есть это ведь то поколение, которое далеко от онлайн продаж или какой-то, какого-то вообще онлайн бизнеса в принципе, а магазин своего какого-то стационарного, оффлайн, он так и не открыл, хотя об этом много лет мечтал, и он написал, что он уже старенький, что у него есть какие-то определенные болезни, об этом не будем подробно рассказывать, и он 35 лет назад примерно в Эфиопии накупил опалов каких-то и хотел бы их продать мне, я просил естественно снять видео, видео он стал скидывать вот такие, смотрите, мы потратили очень много времени, месяца 3-4 наверное, я пытался его научить снимать, то есть я показывал, как нужно снимать, какое освещение нужно, как телефон крепить, потом я просил его не трясти руками, он сказал, что к сожалению у него руки трясутся как бы по возрасту, и он ничего с этим не может сделать, я нашел в интернете штативы, которые ему позволят снимать, то есть телефон крепить в штативе, предложил купить, ему отправить на дом, естественно он отказался, сказал, что купит сам, не купил, и вот по таким видео понять что-либо вообще невозможно совершенно, поэтому сейчас я скажу, в феврале я ему скинул денег, ну получается по сути немножко рискнул, да, то есть я не знал вообще, потому что очень многие люди, которые мне пишут с предложением купить у них что-то, 90% мне показывают подделки, да, или потом по факту проверки, так, от подделки, по тем видео, которые он скидывал, отличить натуральные топовые, ненатуральные, там же еще куча всяких методов, и с ними что только не делают, их пластиком заливают, и стеклом заливают, и греют их по-всякому, и ну всякие разные методы обработки, вообще опалов подделывают очень-очень много, в огромном количестве, в громадном, в продаже опалов сейчас на планете Земля, в несколько тысяч, наверное, раз больше, чем их вообще добывают, и чем их могут добыть, чем их там под землей есть, да, то есть это очень часто подделываемый камень, я много раз смотрел в магазинах в России, и не только в России, все, что я видел, было подделкой, поэтому у меня, я когда им переводил деньги, у меня, ну так, процентов 80-90, у меня было положение, что это все-таки будет подделкой, или в лучшем случае заливка какая-нибудь, да, заполнение пластиком, там еще чем-то, деньги пришли, потом он очень долго не мог дойти до почты, в связи с возрастом, потом он все-таки до нее дошел, и отправил мне камень, пришел камень, я сам не очень хорошо разбираюсь в опалах, потому что у меня пока нет насмотренности, да, то есть я на добыче сам лично пока не был, и тысячи опалов я не просматривал, я обязательно это все сделаю, и там буду на месте в полевых условиях учиться, естественно, да, вы знаете, что я всегда стараюсь нанять какого-то специалиста местного, который мне будет показывать, смотри, это подделка, это не подделка, вот еще, вот еще, и когда просмотрю их несколько тысяч, я начну разбираться. Так вот, пришел камень в Москву, несколько людей, которые вроде как имели больше насмотренности, чем я, сказали, что слушай, он какой-то слишком идеальный, стопудово он залит пластиком. Сдали в МГУ, вот смотрите сертификат, вот поближе смотрите QR-код, вы можете прямо по QR-коду зайти на сайт, да, МГУ и посмотреть. Он оказался совершенно идеально натуральным, природным, более того, вот смотрите, я снимал в пасмурную погоду, в Москве лично я снимал, мои руки, камень просто великолепный вообще, насколько я знаю, ну, судя по новостям, о том, что рассказывают, вот такого качества, размера опалов в Эфиопии не добывают уже давно, то есть это, скажем так, как я люблю из старых запасов, да. Этот камень я даже думал сначала оставить себе, потом думал, может быть, его все-таки продать, потому что вы очень много об этом спрашиваете, у меня есть целый список постоянных покупателей, которые постоянно спрашивают, когда будут опалы, когда будут опалы. Но Верона, когда я его увидела, она совершила рейдерский захват этого камня, поэтому он уже все, он снят с продажи. Я сейчас хочу, у дедуля у этого, ну, вот, опираясь на вот эти мутные, странные видео, да, я хочу попытаться купить штучек 20 у него, выкупить, да, то есть инвестировать. Они приедут в Москву, я их все отдам в МГУ, потом я их все хорошо отсниму, я сниму размеры, и тогда уже запишем отдельное видео, где будет список вот с этих опалов, с номерами, с размерами, с весом, с сертификатами и с ценами. Вот, поэтому потерпите немного, если вы, ну, то есть на это уйдет несколько месяцев точно, потому что дедушка очень-очень медленный. Вот, потерпите, если вы не готовы терпеть, и вам хочется купить опал прямо сейчас, очень много спрашивают, где посоветуете купить, у кого купить, как разобраться. Смотрите, на глаз вы никогда не отличите, натуральный он или нет, даже не пытайтесь этого делать, только в лаборатории. Если вы в России, это МГУ, если вы не в России, гуглите, ищите, какие у вас там есть лаборатории, никогда не слушайте, если покупателям, продавец вам что-то рассказывает, что вот мамы, клянусь, они точно натуральные, 100%, подделок огромное количество, огромное. Не поддельных опалов продажи я видел крайне мало, ну, буквально там единицы, да. Очень много, он вроде как натуральный, но он чем-то залит, то есть его стоимость реальная, там, 1-5 долларов, продают их за 1000 долларов. Поэтому сертификат, еще раз сертификат. Если не хотите рисковать, чтобы все было четко и с гарантиями, то подождите, несколько месяцев придет вот эта пробная партия, дедуля говорит, что у него их, ну, около 100 штучек, да, хорошего качества, вот такого, как я вам показывал, который мы уже пробную закупку сделали, контрольную. Ну и цены, конечно, у меня, как обычно, будут отличаться в лучшую сторону от рыночных, то есть они будут ниже и от магазинных. Поэтому наберите терпение. Вот, собственно, про опалы вкратце. Подробно, что такое опалы, как они появились, сколько им лет, какие есть месторождения, какие бывают цвета, какие бывают красивые, некрасивые, я подробно запишу видео энциклопедию, да, про давиоценные камни. Всем пока!